Этому дому больше 55 лет. Четырехэтажку по улице Константина Иванова, 78, ввели в эксплуатацию аж в 1963-м. Системы износились. По программе капремонта здесь заменили электропроводку, отопление сейчас меняют канализацию. Как обычно, не обошлось без трудностей. Как такового подвала на этом доме нет. Приходилось скрывать полы, демонтировать старые трубы. Ну, немного задержались. Сейчас будем убыстрять работу. Поставим две бригады на первый и на второй подъезд. Старшая по дому Галина Исаева. Рабочий процесс контролирует сама. И от лица жителей выражает опасение, успеют ли сдать дом в срок. У вас было почти 3 месяца. 3 месяца, да, получается? Нет, 2 месяца. Успеваете или нет? Ну, маленько, наверное. Да, запоздание получается. Ну, я чувствую, что вот здесь все равно в первую декаду, сентября... Нет, нет, зачем? Совсем пускала очная работа, и там начало топить на сезон уже будет. Нет, ну, к концу августа, я думаю, конец августа, числа 20-25-го, должны это там закончить. Этот, самый проблемный... Фонд капремонта здесь, да? Здесь. Купение будет? Да, будут. Фонд капремонта, который собирает платежи от собственников квартир, следит за сроками. За каждый день просрочки подрядчик заплатит рублем. Такая же ответственность грозит и организации, которая ведет работы в доме по Константина Иванова, 98. Канализация была в полу полностью, пришлось это долбить, все. Обязка есть? Одним словом. Какие когда разрешите? Ну, я думаю, 10 дней. 10 дней? Понятно, прессовка и так далее? Скажете, да? Конечно. То есть вы берете еще обязательства где-то в 10 дней? Ну, я, как озвучил, 12 августа. Хотя контракт у нас 2 августа. В этот же день должны были сдать одноподъездный дом по Мичмана Павлова, 16. Ремонт здесь завершили. Почти. Сегодня берем вечером. Мы только... В понедельник ничего не будет здесь. Как вы приемную комиссию пригласили, не убравшись-то? У нас рабочая комиссия была. В подвале установлены трубы канализации, системы воды и теплоснабжения. В квартирах тоже обновления. Канализации все меняли, отопление трубы меняли, батареи вот это. Мы довольны. Ага, молодцы, хорошо работали, ребята. А жители многоэтажки по Максиму Горького, 27, терпят временные неудобства. Воду периодически отключают, потому что тепловой узел собирают по частям. Мы начали его только, мы будем его наращивать, наращивать, и он в конце концов врежется в систему. Врежется в систему и перемычка будет. Чтобы много воды не уходило, обратно возвращаясь в вода, будет забираться на повторный обогрев этого же здания. К тому же подача тепла будет регулироваться автоматически в зависимости от погоды на улице. У рабочих три недели, чтобы завершить установку. Обновления и системы отопления предусмотрены по нескольким адресам московского района Чебоксар. В этом году осуществляется ремонтная работа по программе капитального ремонта. Таковых у нас 11 домов на территории района. Семь из них, в которых будут проводиться работы по замене системы отопления. В рейды администрация района выходит еженедельно, потому что затянувшийся капремонт может сорвать сроки вступления в новый отопительный сезон. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.